Я подготовил ответы на главные вопросы о перепланировках. Традиционные перепланировки, особенно на вторичке, не всегда соответствуют современному образу жизни. Вот почему так часто хочется перенести стену, объединить комнаты или даже квартиры. Меня зовут Евгений Корсакин, я юрист-эксперт по недвижимости, и сегодня расскажу вам, как сделать это грамотно и законно. Ванная комната и туалет. Стандартная ситуация. Это объединение ванная комната и туалета. Это достаточно распространенная практика, и, как правило, такую перепланировку можно узаконить по факту. А вот расширение санузла за счет комнаты и даже кухни не разрешено. Подробнее в постановлении правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года, номер 47. Там есть еще и редакция. Ссылки на эти нормы закона я оставлю в описании под этим видео. Дело в том, что эти помещения относятся к мокрым зонам, а значит, они не должны находиться над другими по назначению помещениями соседей. Например, над жилой комнатой. Для квартир на первых этажах правила не такие строгие, и перенос сделать можно, даже если под ними находится офис, магазин или другое нежилое помещение. Исключение также составляют двухуровневые квартиры, в которых можно расположить санузел второго этажа, например, над кухней. А также не запрещено расширять санузел за счет нежилых помещений, коридора, кладовой, встроенного шкафа и тому подобных. Так что согласовать такую перепланировку вполне можно. Еще одна деталь. Санузлы часто примыкают к вентиляционным и канализационным шахтам, в которых бывает много свободного пространства. Владельцы иногда задумывают о том, чтобы увеличить ванну или туалет за счет вентиляционных шахт. Но эта площадь не относится к квартире, а значит является общедомовой, не частной собственностью, как многие думают, и использовать ее в личных целях незаконно. Кухня и лоджия. Любимая тема. Можно ли все-таки объединить лоджию с кухней или комнатой? Путанница возникает в основном из-за того, что до определенного момента было можно, а потом ввели запрет. Итак, на данный момент полное объединение кухни и комнаты с лоджией запрещено. В столице, например, это регулируется постановлением правительства Москвы, номер 508. Я ссылку на эти нормы закона оставлю в описании. Там есть еще редакция с изменениями от 2018 года. Также сможете почитать. Там прописан запрет на объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями. А также существует постановление о внесении изменений от декабря 2017 года. Ссылку я также оставлю в описании под этим видео. Сейчас легализовать такую перепланировку невозможно. Из-за самовольную предусмотренную административную ответственность. Но встречаются проекты, где такая перепланировка легальна. Если ее провели до запрета, то ее могли узаконить. А обратной силы закон у нас, как правило, не имеет. Дополнительные перегородки. Внутри одной комнаты вы можете построить неограниченное количество дополнительных перегородок. Единственное ограничение – нагрузка на дом. Новые перегородки не должны создавать существенное давление на жилые конструкции. Так что для того, чтобы отгородить, например, гардеробную, обычно используют нетяжелые материалы, вроде гипсокартона или пеноблоков. Они не дают шумоизоляции, зато быстро и просто монтируются. Кухня и комната. Самая типичная история объединения кухни и гостиной в двухкомнатных хрущевках. Например, его часто делают в популярной кирпичной серии домов, где внутри квартир нет несущих стен, но позволяет менять конфигурацию квартиры на свой вкус. Однако в таких домах традиционно проведен газ, а объединять газифицированную кухню с жилыми помещениями запрещено. Попробовать обойти запрет можно, если демонтируют перегородку, а на ее месте установить раздвижные или распашные двери. Чаще всего выбирают стеклянные. Здесь важно согласовать проект до начала работ, поскольку шансов получить отказ довольно много. Следующее. Соединение квартиры. Не самая типичная, но вполне штатная ситуация. Нужно объединить две квартиры. Здесь возможны три сценария. Квартира в одном подъезде на одной лестничной клетке. Квартира в соседних подъездах и квартира на соседних этажах. Друг под другом. Такое объединение помещения, как правило, несколько сложнее и проблемнее, чем все, что описано выше. Однако возможно. Легче всего получить разрешение на объединение соседних квартир на одной лестничной клетке. Однако тут важно не затрагивать ригель, который находится сверху, что актуально для полоблочных и кирпичных домов. На несущие стены тут не будет скидок. Их трогать нельзя. В крайнем случае вам могут разрешить сделать в несущей стене проем. Однако его ширина обсуждается и согласовывается индивидуально. В панельном доме не согласуют проем более 90 см. В монолитных и кирпичных домах можно надеяться на 110 и 120 см. Финальное решение зависит от этажа и состояния дома. Объединение квартир на разных этажах затрагивает потолочные конструкции и предполагает монтаж лестницы. Работа с несущими конструкциями между этажами – это всегда риск. Поэтому для согласования готовится максимально подробный проект. А для его реализации можно пригласить мастеров с соответствующим опытом. Самый сложный вариант – это объединение двух квартир в соседних подъездах, поскольку такие квартиры традиционно разделены несущей стеной. Такую перепланировку разрешают нечасто. Если вам было полезно это видео, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И я буду очень рад, если вы поделитесь этой информацией. Пока!